К Национальному банку Казахстана Каздыгой Ажаркулова из Шемкента может рассказать о сотнях таких случаев. Когда оформляли кредиты, бланки выдавали уже готовые. Кстати, даже президент Назарбаев не раз говорил, что проблемные займы – это вина банков. Потому как в докризисные времена деньги раздавали, не думая, огромными суммами. Претензии у заемщиков к Нацбанку и правительству. Ведь это они пустили на самотек работу банков. Они сделали так хитро, что наши аннуитетные платежи сделали, поэтому наш основной долг не погащается. На сегодняшний день только всего 10 тысяч, 100 тысяч. Наш основной долг с места не тронулся вообще. Поэтому банк с первого дня нас обманули. Сколько мы платили деньги, например, 3 миллиона. Максимум 6 миллионов мы уже платили. Но наш основной долг с места не тронулся. Естественно, Карат Келембетов к заемщикам не вышел. Сейчас он в Астане. Отдуваться за систему уже по традиции пришлось представителю Департамента общественных связей Нацбанка Александру Терентьеву. Рабочая группа, в которую входят банкиры, чиновники и общественники, должна решить проблему каждого заемщика. Завтра заседание для часов рабочей группы, на которой уже вошли руководители всех общественных объединений. То есть вопросы связаны с ипотечниками, астане на разумею, это работа проводят. Завтра рабочая группа создана. Господин Терентьев зачитал пофамильно тех, кто вошел в эту самую рабочую группу. Однако многих активистов в списке почему-то не оказалось. Этот факт и вызвал горячие споры среди собравшихся. Чтобы не обострять ситуацию, часть людей пригласили в здание Нацбанка, где уже без прессы обсудили ситуацию. Его дополнили, пополнили от представителей общественного объединения. Оставим наружу и других тоже. Ну и пополнили. Будем надеяться, что он теперь не будет меняться. То есть, в принципе, вы встречи вот этой довольны остались? Ваше, то, что вы требовали, они сделали? Нет, не полностью. Там мы требовали исключить еще 2-3 позиции. В итоге в рабочую группу вошли по 2 представителя от движения «Оставим народу жилье» из 5 городов Казахстана. Уже завтра состоится первое заседание.